Мы её всё-таки откроем, мы её всё-таки увидим, мы её всё-таки вдохновенно прочитаем с 23 стиха, Колоссянам 3 главу. Помните такого Муслива Магомаева, знаете такого, да, в Одессу часто приезжу, и он когда-то пел такую песню «О Белла Чау». Помните? Вот у нас вообще не наши прославленцы, а поющие, да, они немножко сочинили с русским текстом слова на эту песню. Я вам её сейчас спою. Прощай, родная, вернусь нескоро. О Белла Чау, Белла Чау, Белла Чау, Чау, Чау. Я на рассвете, уйду с отрядом войска еврейских партизан. Отряд укроют родные горы. О Белла Чау, Белла Чау, Белла Чау, Чау, Чау. Прощай, родная, вернусь нескоро, не лёгок путь у партизан. Нам будет трудно, я это знаю, О Белла Чау, Белла Чау, Белла Чау, Чау, Чау. Но за свободу родного края Мы будем драться до конца. Спасибо. И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа. Если поёте, пойте для Господа. И если танцуете, танцуйте для Господа. Если трудитесь на работе, делайте всё от души, как для Господа, а не для человека. Если молитесь, если встречаете людей и так далее. Если носите колонки, делайте от души, как для Господа. Зная, что в воздаянии от Господа получите наследие. Ибо вы служите Адунаю Мессии, Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия. Слава Богу. И вот Колоссянам 3 глава, с 23 по 25 стих. Вот. Значит, прилежная душа. Мы стараемся об этом вообще не говорить, напоминать, чтобы оно обновлялось в умах. Вот. Поскольку мы семья, поскольку мы строим Божье дело. Вот. И есть коллектив единомышленников. Тем более, Бог даёт нам это дело, да. И доверяет нам. Мы говорим о том, что, чтобы в нашей жизни, во всех её направлениях. В служении, на работе, дома, в семье. Вот. Чтобы мы строили так взаимоотношения и так трудились, чтобы это было приятно Господу. И вы знаете, я стараюсь, такую часть немножко вам открою, я стараюсь вникать в те ситуации, которые имеют наши люди, которые связаны с каким-то производством, которые имеют какую-то часть, может быть, небольшого бизнеса. Вот. Или они там предприниматели, то есть, которые имеют несколько производств. Почему? Я туда вникаю, а они меня туда пускают. Почему? Потому что это связано с налоговой. Вы понимаете, что такое налоговая. Могут укрываться налоги. Это связано с тем, чтобы, если они руководители этих производств, у них работают люди и как верующие, и как неверующие, чтобы у них было правильное отношение к своим подчинённым. Чтобы было всё, что необходимо для условий труда. Мы стараемся об этом говорить. Чтобы у людей была своевременная, безусловно, зарплата. Вот. И, безусловно, чтобы этот руководитель производства, и если там есть верующие, там с других церквей или с нашей общины, чтобы эти люди, они не были ущемлены в том, чтобы посещать служение. Или чтобы служить. Поэтому, вы знаете, это нормальный здоровый контроль. Это не безбожный контроль. И мы находим такое взаимное согласие. И у нас не так много, допустим, таких людей, которые этим занимаются. Но есть до десятка человек приблизительно. Вот. И, несмотря на то, что у меня там есть какие-то другие обязанности, и они могут быть даже более важные, я стараюсь всё равно эту часть не пропускать. Не пропускать, потому что это очень важно. Очень важно. Потому что вы, может, сталкивались или слышали, но я сталкивался, что сложилась такая определённая негативная ситуация, что лучше взять неверующих на работу, чем верующих. Ну, в ряде случаев. Вам знаком. Значит, вы меня понимаете. Поэтому, это хорошо или плохо? Это плохо. Это очень плохо. Это очень плохо. Но это не значит, что мы должны с этим смириться и ничего не делать. Правда? И ничего в этом отношении не предпринимать. Поэтому, безусловно, нужна в организации, управлении и ведении какого-то производства нужна, безусловно, мудрость. Ну, и учитывая, конечно, разные законы нашей страны, в том числе и налогообложения, есть определённые нюансы, и не так-то всё просто. Но, тем не менее, тем не менее, у нас есть неиссякамый источник благословения, научения, это Слово Божие. И если мы будем применять те места из Писания и то, что написано в отношении слух, рабов, господ, хозяев, управителей, безусловно, мы сегодня немножко коснёмся, даст Бог, послание Павла, Петра. Это было послание в то время, в первом веке, нужно учитывать положение, там, допустим, потому что Римская империя, она на то время владела, была таким, ну, Рим был властелиной мира, и, безусловно, Иудея была в подчинении, поэтому это было тогда время арабского такого, вы помните. Поэтому, когда Павел и Пётр об этом писали, они что-то об этом говорили, и это вошло в Библию, это вошло в послание, поэтому мы что-то можем применить и в наше время, безусловно. Но перед тем, как мы это прощём, когда мы говорим о мудрости, тоже очень простое, то, что мы с вами можем вспомнить, то, что мы можем часто слышать, это то, о чём просил у Бога Соломон, просил мудрости, да? Откройте, пожалуйста, вторую книгу хроники «Паралипоминон», просто вспомним, это будет полезно. «Что искал Соломон», «Чего он желал», первая глава. На иврите эта книга называется «Деврей Аэмим», вы знаете. Я помню тоже, когда наша община начинала постепенно немножко расти, вот, а из-за того, что я был не вченный, неопытный и как бы не всё понимал и делал ошибки, я у Бога просто просил. Понятно, в моём сердце не было желания как-то обогащаться, у меня совсем свои были прымхи, свои причуды в том, чтобы расти общину, в том, чтобы возрастать в Боге, в том, чтобы евреи приходили к своему Мессию, вот, ну, не знаю, так у меня было. Ну, вот, смотрите, что написано в 11 стихе. «И сказал Бог Соломону за то, что это было на сердце твоём». Даже давайте раньше прощу. Ага, вот. В ту ночь, 7 стиха. «В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему, проси, что мне дать тебе. И сказал Соломон Богу, ты сотворил Давиду, отцу моему великую милость, и поставил меня царём вместо него. Да исполнится же, Господи, Боже, слово Твоё к Давиду, отцу моему, так как ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земный. «То ныне дай мне премудрости знания, чтобы я умел выходить перед народом с ним и входить. Ибо кто может управлять с ним народом Твоим великим?» Есть схожесть немножко, да, с Моисеем. Вот, есть схожесть. Вот, и мы говорили, что Моисей не пренебрёг советам Иофора и Тро. Вот, и принял этот совет, и Бог благословил. И дальше, и сказал Бог Соломону, за то, что это было на сердце Твоём, и Ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей Твоих, что тоже очень можно подчеркнуть. «И также не просил Ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом Моим». Да? У нас с вами есть Божье наследие, это Его народ, и мы часть этого народа. Поэтому мы вчера, я живу в ваших пастырей, и когда вчера ехали домой после служения, после обучения дневного, и подъезжали к тому району, где они живут, он называется Аркадий, я говорю, «О, наша Аркадия!» И им это так понравилось, то есть я просто так сказал, как обычно, знаете, и они просто вот это, да, и Таня говорит, и Валик. Поэтому мы стараемся в нашей общине, как бы, то, что я вам, как бы, может быть, говорил, да, наверное, говорил, но напомню, чтобы мы понимали, что та община, это не просто вот их община, это наша община. Когда вот такой подход, тогда у тебя совсем другое отношение. Поэтому, когда люди пока еще говорят, это ваша община, то, понятно, это какой-то промежуток, и мы, как те, которые любим Бога и свой народ, и свою общину, то, конечно же, мы будем помогать этим людям, чтобы их община становилась уже, ну, ихней общиной. Не просто какой-то чужой, где они просто вхожи один раз в неделю, но чтобы они становились частью этой общины. И Бог об этом говорит, чтобы управлять народом Моим, над которым я воцарил тебя. 12 стих. «Премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». Ну и Соломон это получил, да, получил в избытке. Мы знаем, что во время царствования, правления Шлома Израиль процветал налево и направо, вот, и приходили цари с дырами, ну и так далее. То есть народ жил действительно в благословении, вот, и... Да, ну, можем вспомнить. То есть, ну, я хотел именно этот момент взять. Вот, я не буду говорить, чем это все закончилось. Вот, потому что человеческое сердце крайне испорчено, да, и лукаво. Поэтому дай Бог, чтобы то, как мы начали, нам так и закончить. Поэтому Юлия нас об этом тоже учат. Поэтому можем начать духовно, но чтобы мы не закончили душевно. Вот, и был крах и поражение. Вот, но вначале мы видим, что Бог действительно видел, что, какой мотив, что у нас сердце у Соломона. И Соломон, он, конечно же, понимал, что у него есть какая-то своя часть, свой дел. Он понимал, что ему нужно мудрости, как управлять этим народом, как судить народ, как решать нужды народа. И он также понимал и часть ответственности, которую ему дал Бог, чтобы за себя и за свой народ. То есть одна часть с другой частью, одна обязанность с другой обязанностью, одна ответственность с другой ответственностью, они пересекаются и становятся одним целым. То же самое и для нас. Мы об этом говорим в течение этого времени. И есть разные примеры из жизни. И у вас они, наверное, тоже есть. Бывает, что, когда, допустим, кто-то, ну вот мы служим в служении, да, и как бы мы исполняем какие-то части, вот, но видим, что какое-то звено, оно где-то тормозит, да. И, конечно, мы можем расстраиваться, вот, и начинаем что-то предпринимать. И тут, конечно, нам очень важно понимать, что в нашем служении рядом с нами то, что мы говорим, могут быть единомышленники, но не все могут быть такими, скажем, как бы, ну, такими, как мы. И они могут понять нас то, что мы от них хотим. Потому что, ну, я заметил, что если мы даем поручения людям одно и то же, ты можешь дать одно поручение этому человеку, он его сделает и выполнит, и другому человеку ты скажешь то же самое, он его не так поймет, не так выполнит и так далее. И мы увидели, что у нас есть проблема с коммуникацией. Мы увидели, что у нас есть проблема с передачей информации, с принятием информации, и о том, чтобы, как получил эту информацию, пойти ее и выполнить. Вы понимаете, то есть настолько мы должны, как бы, вот, учиться эти строить взаимоотношения, чтобы мы, как бы, даже понимали, то есть или мы встречаемся, или по телефону говорим, что мы друг от друга хотим. То есть поэтому из-за того, что у нас, как бы, разное восприятие и разное понимание, может быть, даже каких-то выражений и слов, мы говорим о том, «Хорошо, вот, Вася, вот ты служитель, да, вот ты даешь задание Марине, ты даешь задание, постарайся, ты дал задание, и спросить у нее, ты поняла? Поняла, Вася?» Переспросить у нее, перепроверить, как она это поняла. Для некоторой категории людей это очень важно. Они даже просят, извините, я неправильно поняла, вот, давайте я, как бы, ну, переспрошу, правильно ли я поняла. Вот, но даже если не так, то мы, как бы, ответственные за то, что мы поручаем, мы можем, как бы, идти дальше. Вы знаете, и часто очень бывало, сейчас, 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 и часто, часто очень бывало, когда я просто давал какое-то задание, или люди давали какое-то задание, и я не перепроверял. Я мог его даже записать, то, что я делаю, ну, у разных служителей праздному, но вот у меня как-то вот с подосчетностью, вот именно так. Я начал записывать, кому я что поручаю, представьте, это какой-то дополнительный просто тягарь. Но, когда я начал записывать, я начал перепроверять, вот, людей, потому что у меня на бумаге, там, может быть, их 20-30 каких-то заданий, звонков, поручений, и ты выполнил или не выполнил. Вот, и я заметил, что когда я начал звонить людям или там встречаться по их поручениям, один человек выполнил, другой не выполнил. Один выполнил, другой не выполнил. И когда я начал узнавать причины, почему, были разные объективные и субъективные причины, но в первое время очень часто люди просто не так понимали, что им нужно сделать. А я не перепроверял их, как они поняли. Вы понимаете? И мы увидели, что из-за того, что у нас вот эти вот пробелы в коммуникации с подотчетностью взаимной, что очень важно для нашего служения, враг этим пользуется. И все. И тормоза конкретные в деле, в проекте, в служении и так далее. Вот, поэтому это тоже часть семейных отношений. Это не какая-то другая, это часть наших отношений, где мы учимся строить отношения, где нас больше друг к другу привязывает, и тогда мы друг друга понимаем. Бывает, что ты разговариваешь с человеком или звонишь ему, ты знаешь уже, как он проснулся, вот, открыл он два глаза или полглаза, и в каком он настроении, то есть ты уже, то есть есть какое-то чутье, есть уже запах, такой нюх, где у тебя как бы вырабатывается, и ты уже чувствуешь человека, это же очень хорошо. Правда? Это очень хорошо. То есть, если он в каком-то таком, ну, унылом состоянии, это тоже очень хорошо. Это не для того, чтобы его прибить и посадить, и загнать его еще там глубже, Коля в него забить, наоборот, чтобы ему помочь. Правда? Он как раз нуждается в этом. Вот. И действительно, бывало, что, ой, пастырь там, с другими, с вами поговорили, просто как расцвел. Вот это да. И, ну, действительно, знаете, бывает, человеку нужно сказать пару каких-то слов, ободрение, и все. Понимаете? Да. Что, Сергей? Ну, попробуйте. Если коротко. Да, Сережа. В отношении неправильной коммуникации распоряжений. Как-то в один прекрасный момент на одной из служений и конференций я попросил одну сестру купить 300 салфеток. И дал целую купюру денег 100 гривен, потому что у меня... Потому что у меня мельче не было там особо, вот. Она мне купила на 60 гривен, несколько тысяч. Хорошо. Откройте, пожалуйста, порока Ирмияху, Еремию, 48 главу. Тоже, возможно, вам знакомый стих, но трепетный, очень-очень трепетный. 48 глава, Еремии. Десятый стишок. 48.10. Ну, как говорится, дело пахнет жареным. Друзья, я когда прочитал этот стих, и с служителями мы начали разбирать вообще... Да, когда у вас сейчас много ответственностей, обязанностей, к вам много гостей приезжает, и каждая часть, каждое подразделение, транспорт, вот, камеры, все, все, самолеты, да, кормежки, ночлеги, все, 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 да. Вы понимаете? Проклят, кто дело Господне, делает небрежно. И проклят, кто удерживает меч, его от крови. Кто дело Господне, делает небрежно. Ой, друзья, думаешь, мамочки, за что? За что, мамочки? Я сначала не прошу. Да. Есть такая тоже категория людей. В какой-то период времени, в какой-то степени, это было и со мной. Когда мы приходим в такое состояние, то есть мы пришли к Богу, разбитые, угнетенные, поломанные судьбой, с ранами, с проблемами, приходим к Богу и получаем исцеление. Мы видим эту первую любовь, мы видим заботу у нас со стороны других людей. Они нас учат, они нас кормят, они, извините, попу подтирают. В какое-то время это тоже хорошо, для начала. А потом мы должны самостоятельно это делать. Вот, памперсы меняют и так далее. Вот, ну, по чуть-чуть мы растем, вот, и уже мы становимся где-то самостоятельными, это тоже очень хорошо. Вот, мы уже приносим какие-то плоды, это тоже очень хорошо. У нас уже есть какие-то дарования, это тоже очень хорошо. Вот, ну и так далее. Слава Богу. Ну и вот, мы видели, я по себе, что когда это к нам приходит, и если, я сразу начал себя проверять, говорить об этом людям, что если нам дается какое-то, допустим, поручение, какое-то задание, разное, не обязательно очень какое-то духовное, вот, хотя все служение, оно духовное, если нам дают какие-то, какие-то поручения, чтобы их физически как-то сделать, вот, то мы начинали видеть, что мы начинаем где-то съезжать. овца уточнела, овца вскормленная, начинает бодаться, вот, и к нам не подходи, вы понимаете, да, то есть, а почему я, а почему не другие, вот, и забываем, потому что мы уже взрослые, вот, и когда такое приходит, то, конечно, Еремея 48,10 для нас очень может всплыть и очень сильно нам помочь. Любое отношение к Божьему делу, если оно небрежное, какие бы мы не были очень духовные, какое бы мы несли служение, у нас очень хороший пример есть наших духовных наставников, поэтому мы до сих пор не гнушаемся, а для нас это наоборот, и часть, и показывать, это хороший пример людей, это не значит, допустим, что я должен там, как бы делать все, да, или какой-то там служитель, вот, но если мы видим какую-то часть нужды, если есть в данном служении какая-то брешь, вот, то мы, конечно же, должны встать на помощь, подставить плечо, если надо что-то нести, взять и понести, и так далее, вот, поэтому в этом отношении, конечно же, ну, то есть ты понимаешь, что это, это твое, то есть это твой дом, это твоя семья, это твоя община, оно не чье-то, потому что в конечном итоге, конечно, за все отвечает пастор, вот, безусловно, он заботится обо всех вещах, вот, и для этого есть, как бы, структура, то, что мы говорили, общины, и разные служители, и служения, вот, административно-хозяйственная часть, но бывают разные периоды, поэтому мы всегда можем быть теми оведьедомами, которые готовы послужить Божьим дели в разное время, во всяком месте, аминь, это я вам так как напоминание, хорошо, поэтому, конечно же, нужно нам с вами прилежно относиться к нашему труду, там, где мы трудимся, там, где мы работаем, там, где мы служим, но никак не небрежно, никак, потому что проклятие может прийти, конечно, и... Вадим, а вот как быть в этой ситуации, вот, вот у меня встречалось такое, как бы, мне рассказывали дело, что мне нужно делать, ну, для Бога, естественно, служение, и я неправильно понимал, то есть, ну, быстро это было сказано, так, ну, в общем, я не понял, и я переспрашивал. Понял свою задачу? Да, я не понял, и я переспросил. Человека это раздражило, то есть, он отвернулся и другому дал задание, то есть, я остался ни с чем, но мне хотелось это сделать. Хотелось? Конечно. Так, все. Что, что, что в этой ситуации делать? Ну, строить отношения надо, нужно, ну, как бы, все равно, ну, здесь надо разговаривать, это возникшая ситуация, здесь надо конкретно разговаривать. Даже если это произошло, вот, я бы на твоем месте, я бы эту ситуацию не отпустил бы просто. Ну, вот она прошла и прошла. Нет. То есть, даже если уже так получилось, вот, если уже кто-то другой начал делать, вот, после этого служения, подойти с этим человеком, если это старший, ну, там, вот, поговорить с ним. Все равно. то есть, нужно же искать, не оставлять, не оставлять, понимаете? То есть, то, что мы говорили, а? Да. То, что мы с вами говорили, что не оставлять каких-то ситуаций, которые могут потом усугубляться. Помните, я и Фаина, вот этот вот баланс, где нужно бежать вперед, где нужно затормозить, но если есть явно невыясненные ситуации, и которые, вы понимаете, вот, поэтому тут нужно, конечно же, разговаривать, не стесняться, не бояться, вот, спокойно говорить, я не понял, подойти, как бы, к этой ситуации. Что вы хотели, Сергей? Дополните. Пока он будет дополнять, послание к Ефесянам, откройте шестую главу. Да. Шестую. Давай, Сереж. По этому вопросу. В большинстве случаев, когда есть какие-то вопросы решаемые, вот к вопросу Игоря, что есть моменты в поручаемостях, когда нет времени обсуждать и рассматривать. И когда, вот я, допустим, рассматриваю по себе, когда человек бывает не понимает, и нет времени объяснить, я перепоручаю некоторые обстоятельства другим. Потом, со временем, если человек обращается, я объясняю, или есть возможность, после. Например, у меня было на конференции, некоторые ситуации я перепоручал другим людям, поскольку некоторые люди не успевали понимать. А надо было время. Люди от меня, вышестоящий руководство от меня требовало молниеносного исполнения. И нет времени объяснять, там есть определенное понимание твердости решений, и приниманиями решений, и исполнения решений. Вот в этом понимании. Я сейчас услышал то, что ты сказал, что потом у меня не было, как бы, времени тоже это объяснить. Потом. Вот тут очень важно, если ты руководитель, это твоя часть. Это, это твои люди, которые с тобой служат. Я не говорю в данный момент в это служение. Может быть, ты и прав. Ну, тут надо разбирать. Но потом твоя часть встретиться с этими людьми и обговорить это все еще. Это безусловно. Конечно. Но, можно? Но, может быть, еще такое, что тот человек, который ставит задачу, неправильно ее поставил, неправильно страктовал предложение. Это может быть и его ошибка, а не того человека, который неправильно воспринял. То есть нужно перед тем, как ставить задачу, нужно правильно сформулировать предложение. Сто процентов. Поэтому мы же говорим, что должна была, должна среди нас быть, строятся такие отношения, такая коммуникация, чтобы мы, ну, друг друга понимали. Вы понимаете? Мы в этом направлении еще трудимся. И, безусловно, когда новые ребята приходят в какое-то новое служение, ничего, мы им помогаем. То есть это естественный процесс, на который нужно всегда обращать внимание. Это очень важно. Можно? Еще, когда, вот, если человек, допустим, если человек не понял, да, которому ты давал задачу, ну, не просто игнорировать его или психануть, идти другому человеку дать задачу. Объяснить человеку, что, извини, у меня нет времени просто сейчас рассказать тебе, я пойду другому человеку, скажу, потому что человек это может обидеть, правильно выражаться просто с людьми. Потому что можно проигнорировать, психануть, пойти другому человеку сказать, а это человека ранит просто-напросто. Вот, ты сейчас говоришь, я вспомнил, у нас есть человек, который ответственен за ашерское служение, за группу порядка, за аппаратуру. вот такой вот человек, там, у него в команде, там, около десяти, чуть больше людей, вот, и у нас служение не только в субботу проходят, ну, там, в разных местах, и там, нужно, в общем, по аппаратуру возить туда, и другое, в разные места, шаббаты свободы, какие-то там, евангелизации, вот, и, то есть, у него должно быть, то есть, ему дается задание, то есть, он уже ищет там транспорт, с транспортным служением, это все обговаривается, со своими людьми, и так далее. Но он у нас такой человек, который, с которым я до сих пор тружусь, потому что, он, кстати, один из руководителей производств некоторых, вот, предприниматель у нас, и он такой, что вот, у него нету, как бы, сильных, ну, как бы, способностей есть, но вот мы до сих пор боремся, чтобы он учил передавать, учил обучать своих подчиненных на работе, в служении, тому или иному, там, труду или служению, вот, и если он видит, что человек, долго думает, или тормозит, или же, как бы, хочет, ну, как бы, до конца понять, или медленно даже делает, ну, это по его понятиям, по тому, как он должен сделать, потому что он очень быстрый, и он, для него легче самому все сделать, чем научить, и это неправильно, это очень, и я говорю, дорогой, ты же знаешь свою проблему, знаю, давай ее будем, давай, 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 понимаешь, поэтому, и то же самое в служении, ему лучше самому все сделать, взять, собрать, перемотать эти все, эту кишку, эти, ну, это технические термины, эти все, всю аппаратуру, все эти шнуры, вот, какие-то там служения, вот, чем научить, и так далее, и мы говорим, это неправильно, у тебя такая же проблема на работе, ты делаешь все сам, мы знаем, что ты умеешь делать все сам, у тебя, слава Богу, руки на месте, ты хорошо разбираешься в производстве, ты можешь все делать, но ты должен обучать людей, ты сам все не потянешь, и он понимает, он приходит годам, где у него там уже, он просто в пятницу вечером, он, ребята, вырубленный, никакой, то есть он просто приходит, ну, за неделю за работу, вот, очень уставший, плюс он там отвечает за семейный клуб еще с женой у нас, там где-то около восьми семей, плюс новые семьи, то есть, как бы такое служение, он понимает, что он не может, он очень хочет служить, как бы любит Бога, но из-за того, что он не хочет обучать, не хочет обучать, ему лучше самому сделать, потому что он считает, что это будет долго, что они долго думают, или не способны, или еще что-то, и под эту категорию он просто всех уже косит, а может быть, есть уже те, которые могут с полуслова его понять и все, он просто уже как бы начинает к этому привыкать, поэтому тут очень важно, если такие люди есть, с ними разговаривать, садиться и все равно, это не значит, что он завтра изменится, но я, вот этот человек у нас до сих пор есть, и я ему говорю, я не стесняюсь, вот он может где-то злиться, раздражаться, но меня это не беспокоит, вот и все, понимаете, поэтому, хорошо, Линочка, вы что-то хотели сказать? Я просто хотела поделиться, как у нас в общине, можно? Пожалуйста. Просто у нас в Астане, вообще не байтхаверим, если, когда я служила, то вот наш реба так, подходит и говорит, надо сделать вот это, вот это, вот это, я переспрашиваю у него, и он еще раз говорит, вы поняли? И еще раз повторяет, я еще думала, зачем вот по несколько раз повторять? Вы знаете, я вот сейчас и потом поняла, потому что у нас в общении, когда он что-то говорил другому, по-другому было сделано, вот это, понимаете, вот это хорошо, когда переспрашиваешь, правильно будет делаться все. Очень, да, спасибо, то есть есть хороший такой метод, когда руководитель, он имеет при себе пачку бумажек, простых таких отрывных, и он пишет задание, дает человеку бумажку, психологически срабатывает таким образом, человеку он находит эту бумажку в кармане, еще раз сверяет, и делает, как правило, намного чаще и лучше, и качественнее раздавание бумажек. А в этой бумажке конкретно, что он должен сделать? То он позвалит. Я для себя приму, спасибо. Оно действительно. О, для нас это, наверное, будет хорошо. Да, да, здорово, очень, спасибо, Саша. Хорошо, Ефесянам 6 глава. С пятого стиха. Значит, кое-что писал Рэп Шауль, кое-что писал Шиман в отношении слухи рабов, да, и эти послания, они, конечно же, имели большое значение для громадного большинства людей, которые жили в то время, которые считали это послание к слугам, рабам, к управителям, господам, хозяевам, и я вам напомню, что в то время, в новозаветное время, в первом веке, особенно в собрании верующих мессианские общины называли общины женщин и рабов. Женщин и рабов, то есть подавляющее большинство людей, вот, членов, служителей, это были рабы и слуги. Да, самые уязвимые члены общества, да, и до сих пор. Хорошо, с пятого стиха. рабы и слуги, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, ко Христу, не с видимой только услужливостью, как человека угодники, но, как рабы Христовы, исполняя волю Божью, от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком. Переплетается с Колоссяном. Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раблей или свободной. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. И для понимания нам, конечно же, как мы говорили, нужно уяснить себе кое-что о природе. Рабство первого века, как мы говорили, это была Римская империя. И по некоторым таким данным есть такие цифры, около 60 миллионов рабов было в Римской империи. В Риме насчитывалось, поскольку мы помним, что римские граждане, они настолько роскошествовали, они настолько начали праздно жить, что для них физический труд, он вообще не имел никакого значения, ни ценности, они считали, что это ниже их достоинства. Поэтому считалось, что на жителя Рима, такие данные есть, было по два раба. Поэтому рабы, вот как в нашем понимании, это не только там какие-то темнокожие, которые пашут на плантациях, но в то время рабы, это были прислуги, это были, которые жили в домах своими хозяевами, это могли быть даже учителя, это могли быть даже какие-то музыканты, это могли быть управляющие имением, какие-то секретарии, вот, ну и так далее, и тому подобное. Да, то есть, в основном, в основном, в Римской империи, конечно, у рабов была нелегкая жизнь, их не настоящее, их не будущее, но были, безусловно, те семьи, где хозяева, и они привязывались просто к своим рабам, к своим слугам, домочадцам, вот, и они становились членами их семьи, именно членами семьи, они их любили, заботились и так далее, вот, но в основном, конечно же, работа их была очень тяжелой, вот, и рабам не разрешалось официально выходить замуж или жениться, только сожительствовать, и если у них рождались дети, то эти дети, они становились наследием, ну, как бы, они переходили в управление, уже в распоряжение господ, хозяев, и становились уже, как бы, рабскими детьми, вот, вот такая вот ситуация, я вам несколько прочитаю высказываний, по римскому закону раб не был личностью, по римскому закону раб не был личностью, человеком, а вещью, и у него не было вообще никаких прав, в вопросах о справедливости не могло быть и речи, философ Аристотель писал, по отношению к неодушевленному предмету нельзя питать ни дружбы, ни чувства справедливости, ни по отношению к лошади или к быку, ни по отношению к рабу, между рабом и господином не может быть дружеских отношений, потому что у них нет ничего общего, раб это живое орудие, так же как орудие неодушевленный раб, римский ученый Ворон делил сельскохозяйственные орудия на три класса, первый класс, говорящий отчетливо, членораздельно, это рабы, второй класс, говорящий неотчетливо, нечленораздельно, это скот, и третий класс, немые, это орудия производства, инвертарь, различия между рабом и животными, тачкой, в том, что раб мог случайно говорить, и хозяева давали распоряжение управляющим, если что-то отработало свой срок, это что-то выбрасывалось на свалку, такая участь ждала старых рабов, хозяин имел полную власть над жизнью и смертью раба, и для раба существовал только один закон, желание хозяина, воля или каприз, и особенно крепких рабов специально хорошо кормили, учили гладиаторству, мы знаем это, и потом выставляли на арены для зрелища и удовольствия в пролитии крови и жестокости, и вот в такой мир пришла благая весть, об этом на следующем уроке, амин.